Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас две шаурмы домашние. Рецепт я оставлю вам в инфобоксе. Можете перейти и приготовить. Также у нас свежий огурчик, кетчуп, имбирь и мой любимый ананасовый сок от фирмы Natura. Обожаю ананасовый сок и больше всего ненавижу, как вы думаете, какой? Вишневый! Сегодня очень-очень жарко, прям нереально жарко. Сразу ко мне пришел под Лиза, вечно голодное животное. Обычно я его вывожу, когда мукбанки снимаю, чтобы не мешался. Смотрю на животных моих, знакомых, родственников, и все вроде нормальные, а у меня он вечно голодный. Сколько не корми, все равно голодные. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Также сегодня снимаю для вас влог. Будем вешать занавески. Не обращайте внимания на посторонние звуки. И приступим к вопросам. Индира Гасымова задает вопрос. Индира, тебе огромный привет. Смотрю твой канал и задалась вопросом. Айка, не кажется ли тебе, что в последнее время девушки стали чрезмерно меркантильными? Всем нужны только одни бабки. Пытаюсь женить своего брата родного и никак не можем найти ему невесту. Всем подавай квартиры, машины, хорошую работу и так далее. Что ты считаешь на этот счет? Порассуждай, пожалуйста. Спасибо большое за интересный вопрос. Но мне все-таки кажется, что дело тут не только в женщинах. Все люди стали меркантильными. И с одной стороны их можно понять. То есть сейчас очень сложно купить квартиру, если у тебя нету стабильного дохода. Я с одной стороны понимаю девушек. Не понимаю, конечно, тех, кто ищет, например, 80-летнего дедушку с яхтами. Но мужчину с какой-то работой постоянной. Что была квартира. Понятное дело. То есть я не обвиняю ни в коем случае. Однажды в моей жизни был такой неприятный момент, так скажем. У меня был одногруппник. Точнее это был поток. Мы все вместе ходили после универа где-то посидеть. Посмотреть кино, домино. Просто пообщаться и чисто в дружеской компании. То есть никаких намеков на отношения не было. И в этой компании были все наши одногруппницы когда-как. То есть один раз, например, там пять девочек, два парня, иногда, например, два парня и две девочки. В общем, у кого было время. в компании были разные люди. И однажды мы пошли это все было до пандемии пошли в парк-бульвар. И в парк-бульваре есть Gloria Jeans кофейня. Мы сидели там получается у нас две девочки и два парня. И один из парней он учился не в обычной школе а в Евролицее. А там в основном учатся очень обеспеченные дети. Точнее, дети обеспеченных родителей. В этом лицее, который находится в центре города. Ну, в общем. И он такой говорит. Наш одногруппник говорит, что сейчас придет мой друг, который недавно приехал из Лондона. Он учится в Лондоне. То есть, получается, в школе они вместе учились. А потом он поступил здесь, а его одноклассник, получается, поступил в Лондоне. Ну, мы такие, окей, пусть приходит, посидим, поугараем. Приходит этот парень, который только-только приехал из Лондона. казалось бы, из очень обеспеченной семьи. Сел с нами за стол, начал беседовать о том о сём. Рассказывать, как у него там обучение. Там целый час про свои сим-карты рассказывал, как он меняет их постоянно. потом поворачивается к нам. Мы сидим, две девочки, и говорит, ну что, рассказывайте теперь про себя. Какие вы машины водите? Какие у вас машины? мы сразу как-то не поняли вопрос. Первый его вопрос. Он не спросил, где мы учимся, сколько нам лет. Не знаю, любой какой-то вопрос, как тебя зовут. он спросил, какие машины вы водите. Мы сначала не поняли вопрос. Потом он такой, ну марку, модель. Какие у вас тачки? Ладно, ты человек, который смотрит на все это просто из призмы денег. Но настолько палиться, мне, честно, было безумно неприятно. Я сказала, у нас нет машин. Наш одногруппник, ну вообще это поток, я буду называть его одногруппником, чтобы было проще. Ему сразу безумно неудобно стало за его вопрос, который он адресует девушкам, которых видит первый раз. Возможно, тебе действительно это очень интересно. к чему я рассказала это? После этой ситуации у меня как бы такой, знаете, немножко осадок остался от него, как от человека, который думает только о бабках. такая неприятная пауза. Поэтому, знаете, сказать, что только девушки стали меркантильными, а мужчин это никак не касается, это будет враньем. Все люди стали падки на деньги. Будем говорить правду. мои знакомые, которые ищут себе невесту, то есть хочет жениться, уже создать семью, остепенился и все дела, и вроде бы нормальный парень. Он всегда говорит, что я хочу себе девушку, у которой есть работа, которая не просто хочет выйти замуж и быть у меня на обеспечении, а будет работать, помогать мне, мы будем вместе подниматься, что-то делать. Он сам тоже в банке на очень хорошей должности, он хочет себе жену, так сказать, подстать. Хочет девочку с образованием, уже с работы, с хорошей зарплатой, чтобы она ему помогала в какой-то степени. Просто так ставить клин на всех женщинах и говорить, что ужас, все женщины меркантильные, всем нужны только бабки, 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 которых у меня нету. Некоторые мужчины говорят так, не соглашусь. Возьмем в пример меня. Я человек, который постоянно работает, например, я не собираюсь висеть на шее ни у кого, но все равно я хочу мужчину, не который просто будет сидеть дома, сидеть и тратить деньги, которые я зарабатываю. Я хочу себе человека тоже подстать, чтобы у него тоже было высшее образование, была какая-то стабильная работа. ну, к примеру, да. Когда ты прям с открытой душой, люди тоже к тебе поворачиваются попой. У меня у подруги есть подруга, она как бы сирота, правда я не знаю, что произошло, но в любом случае у нее был парень, который приехал из деревни, он учился здесь в городе и пока он учился, он жил у нее, за ее счет, она думала, что вот он как бы закончит универ, потом будет работать и они вместе начнут строить семью. Ничего подобного. Закончил универ, бросил ее. Поэтому не совсем согласна с подписчицей моей. Естественно, понять сложно девушку, если она хочет яхты, например, при этом готова жить с дедушкой. но в других случаях, если девушка хочет обычной жизни, чтобы было где жить, была работа, что есть, то есть это нормально. дело даже не в том, что мужчины хотят себе ухоженную девушку, красивую, маникюр, педикюр и все дела, укладка. Дело даже не в этом. Многие мужчины реально хотят женщину, которая будет ему опорой и поддержкой, чтобы она работала, чтобы она приносила какие-то дивиденды домой. У меня никогда цели выйти замуж за миллионера никогда не было. но и пофиг, пусть у него будет ни кола, ни двора, я буду пахать как лошадь. Получится у него или не получится, фиг знает. Много раз видела случаи, примеры, читала везде, что женщина, например, с нуля с мужчиной поднимается наверх и когда он всего добивается, просто находит в себе молодую, более красивую и все, до свидули, разводится. Поэтому, прежде чем кого-то осуждать, нужно сначала хорошенько проанализировать все это дело. например, мои родители, они женились не по большой любви, как бы неправильно сказать по расчету. Папе уже надо было создавать семью, маме тоже, они увидели друг другу, понравились, подумали, а ну нормально, женюсь-ка я. Действовать просто, опираясь только на свои чувства, тоже неправильно. Конечно, ситуация, когда меня спросили в первую очередь, не где ты учишься, а вы учитесь вместе, или как вас зовут, сколько вам лет. Первое, что спрашивают, какая у тебя машина, ну модель какая. Лучше бы сразу спросил, есть ли у тебя бабки, кто твои родители, скажи мне, а то я сейчас встану иду. Такая вот ситуация. Ммм, шурма очень вкусная, сочная. Я еще купила этот чесночный соус, который просто пушка. Правда, немного течет здесь, но это свидетельствует то, что шурма очень сочна. Следующий вопрос от Татьяны Г. Какие-то цифры несопоставимые, по-моему, бабушке 90, вам 20. А сколько тогда маме? Или все-таки это про бабушку? Во-первых, мне не 20, а больше. Бабушке еще 89. Могу объяснить, почему. У моей бабушки семеро детей. Мой папа самый младший. И, понятное дело, она не рожала в год одного ребенка, то есть между детьми был промежуток где-то в 4 года, в 3 года. Поэтому, получается, моего папу бабушка родила очень поздно. плюс мой отец женился в 30. Сначала родился мой брат. Затем, через 3 года родилась я. Я вообще в роду самая младшая. Мои все двоюродные братья, ну, им минимум 30 всем. поэтому такая большая разница. Я снимаю мукпанг. Твикс сразу пришел. Мне кажется, Твикс скоро начнет болтать. когда ты его зовешь, он делает так. Не оставай шаурме. Красавец вечно голодный. Мурлыкалка, мамин. Каждый день, ребят, дают два жидких корма, еще плюс сухой ветро. Все ест. И все равно голодные глазки. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. Пока.